Девушки отдыхают Я готовился в Бразилии в своей команде 3 месяца. Так как предпочитаю нокаутировать соперников, работал именно в этом направлении. Шамиль, я надеюсь, ты хорошо подготовился, потому что я отлично готов. Октагоне будем только ты и я лицом к лицу. Так что держись. Меня зовут Шамиль Зауру. Я представляю бойцовский клуб Ахмад. Подготовка у нас прошла в Гудермесе. Все хорошо прошло. Без травм, без ничего. Все прошло очень хорошо. Всем понравилось. На самом деле мне тоже, как я выставил бой. Я не думаю, что у меня борьба была слабее него. Но моя задача была именно работать в стойке, не давать ему ввязаться. Я думаю, у меня все получилось. Борется, бьет. Такой универсальный боец. И рекорд тоже за себя говорит. 14-1. Я в борьбе не уступлю ему и стойке не уступлю. Луисанна. Я слышал о кавказском гостеприимстве. Так вот, она остается за пределами клетки. Он очень рассудительный. Я об этом чуть попозже. Я в борьбе не уступлю. Я в борьбе не уступлю. Луисанна. Борьбе не уступлю. 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 паша осмаева да вот та же разница в пять лет пользу шамиля забурова да помоложе бразилец но в общем тоже такой неуступчивый она здесь разница в том что шамиль он не будет так явно лезть бороться потому что насколько мы знаем шамиль любит проводить поединки в стойке последнее время вот посмотрите как казалось бы такие размашистые такие не знаю не особо техничные можно сказать не по букве техники удары насколько они приходятся в цель шамиль умеет и любит доносить их вот сейчас пропускает джеб шамиль он умеет и любит доносить до цель такие удары я думаю здесь будет противостояние в стойке разбит нос уже у поль хана здесь такой явной борьбы от шамиля не будет разве только если забрать где-то украсть раунд концовки провести тейкдаун этого спасительный ну и что вот продолжается действительно у нас бой в стойке действительно это не борьба это больше на кикбоксинг у нас похоже вот через руку пропускает шамиль фронт кик и туда же слева и справа и слева до гонку такая комбинация интересная от шамиля посмотрите как подключил ноги шамиль справа бьет достаточно мощный слева и лоу кик от бразильца еще один оттуда же расширил конечно свой арсенал шамиль завуров помню когда называли его однобоким борцом в одно время и сейчас посмотрите насколько он расцвел на закате лет казалось бы на закате лет да я ни в коем случае не хочу сказать что он один гуна не хочу но для спортсмена учитывать то насколько давно шамиль в этом спорте и конечно же не хочу решать за спортсменов потому что когда будет закат так сказать решается всевышний да который нас создал и сам спортсмен но естественно к этому возрасту рефлексы где-то сдают рефлексы где-то подводят но шамиль сокол шамиль в порядке и он в строю самое главное шамиль строю и рвется да к очередному своему титулу к очередному своему поясу и преграда в лице луся на поль хана у него сегодня последняя преграда перед выходом на главный бой в этом турнире что касается преграды преграда попыталась там совершить проход в ноги видимо понимаешь что стойки преимущества все-таки на стороне шамиля завурова до 1 пошел в печень очень хорошо скрыто скрыто пробил чем и завором очень коротко до первым полез бороться по льхану это признак того что стойки он начал пропускать но это и очевидно нос разбит несколько точных ударов от двойка еще туда же ногой апперкотом встречает еще один туда же шамиль завуров шамиль бросился было добивать своего соперника потом смотрит но он вроде бы то спит не в состоянии игроки глазки еще такие осмысленные решил все-таки с этим делом повременить шамиль вот незапамятных времен не бросается на добивание вот вспомнил поединок 4 по счету сэнамото да это был какой-то акробатический этюд со стороны поль хана 4 поединок против энамото где шамиль выложил все что у него было в начале подустал конечно и много раз признавался шамиль что возможно да вот был близок к победе к долгожданной победе над этим соперником это немного затуманило его разум после этого шамиль не допускает таких ошибок и вот пожалуйста тот тейкдаун но до конца не доведен тейкдаун проведен но не удержан соперник партере это так для более полной уверенности в том что забрал первый раунд шамиль ну что действительно первый раунд прошел ну я бы не сказал что было преимущество заборова но просто вот в обмене ударами он был точнее вот далее на сюда преимущество приму что было посмотрите да насколько точнее насколько контролирует дистанцию посмотрите на 40 до 100 вам выдергивать соперника он решает где пройдет бой он решает как атаковать посмотрите он крик переигрывает своего соперника вот пожалуйста хабиб турмагомедов лучшего спарринг партнера лучшего секунданта наверное не придумать здесь же и косум косумов здесь же конечно мурат бичуев главный тренер бойцовского клуба ахмат мурат очень опытный наставник у этого парня вот такая копна волос на голове в общем каждый точный удар шамиля заборова обретает вот такой знаешь вот видимый эффект да будем теперь определять потому что попадает соперника как реагирует на это прическа лусяна поль хана она тут же взбивается вверх обратите внимание дорогие друзья я так думаю что совсем скоро шамиль заборов нанесет еще один точный удар ну в общем парни тоже опять же поняли что они друг друга стоят что шамиль за город джеб и прическу тоже отреагировала да хороший джеб было чем миля middle kick от пальца на снова джеб от завурова обмен ударами такой точнее завуров справа в конце попал до завуров конечно очень комфортно себя чувствует стойки с реакцией у него все в порядке с рефлексами у него тоже в порядке да наверное можно сказать опять же не хочу решать за бойца но такого всесторонне развитого такого здорового в плане именно здоровья шамиля заурова такого нацеленного на победу заурова я не видел давно наверное никогда не видел когда шамиль зауров был помоложе чемпионом м1 он был очень хорошим ярко выраженным борцом он переводил соперников партер но вот именно такой работы грамотной выверенной в стойке и такой целостной работы как сейчас у него не было видимо с годами опыт обретенный опыт помог ему сформироваться уже как бойцу раскрыться и сейчас мы видим вот этот алмаз да который превратился шамиль зауров без преувеличения это конечно боец большой буквы легендарный боец по российским минимум по российским меркам жаль конечно что не удалось ему попробовать себя за океаном был контракт из беллатор не знаю как там с UFC но не было визы не получилось но сейчас шамиль здесь и бьется за пояс лиги ахмат и в общем выигрывает у своего соперника у бойца из бразилии и в общем опять вот получается ну да обученный парень вот этот который с прической да видно он что-то умеет но умеет он что-то но где-то это что-то кончается это что-то здесь не проходит геннадий я скажу так и вот этого чего-то в общем-то маловато для того чтобы состязаться с шамилем зауровым да здесь другой уровень здесь высочайший уровень со стороны шамиля заурова мы уже перечислили все его регалии это опыт это нацеленность на победу это психологическая устойчивость это психологическая подготовка это поддержка в конце концов понимаете справа тут не проходит тут что-то большее нужно бразильцеву да в общем все хорошо но у шамиля заурова трудно чем-то удивить при его то опыте и в общем бразильцы его ничем пока не удивлял дело в том что все вот эти вот бразильские парни которые приехали в грозный большинство из них прошли школу джангл файт это вполне уважаемая да это наверное как у нас м1 да это как вот м1 у нас 97 года в россии проводится один из первых промоциум это точно так наверное джангл файт ее все говорю в бразилии с очень давних времен ну да джангл файт действительно такая с историей с достижениями организация ну посмотрите что делать шамиль зауров все 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 посмотрите видом и туда добивание выживает ухана ухана польхану вы смотрите выживает польхана весь в крови но живой вот еще справа туда же два ударов будет добиваться будет добиваться нужна победа нужно досрочное завершение боя еще время то есть для того чтобы добить вот этого бразильского парня поначалу он был более неуступчивым он пропустил несколько ударов от шамиля завурова его тоже еле стоит на ногах руки уже ватные ноги ватные еще несколько ударов на ночь шамиль завура смотрите как цепляется за него бразильский боец наверное а вот смотрите да ну видно да вставай вставай надо вставать как никто другой знает возможности шамиля завурова потому что они росли вместе тренировались вместе и понятно что он понимает как действовать в этой ситуации шамилю завурова да добить к сожалению для шамиля не получается но тотальное доминирование тотальное преимущество шамиля завурова в этом поединке прослеживается да но смотри конечно на лучи она полька но не для слабонервных особенно вот был тот план когда все лицо залитое кровью да в общем то вот смотрите и форма тоже вся в кровавых пятнах ужас какой то да конечно беспомощно выглядят попытки бразильского бойца провести свип или где-то захватить ногу да шамиля завурова полностью контролирует ситуацию лев дагестана представитель бойцовского клуба ахмат забрал он первые два раунда где-то возможно при желании мог бы попытаться завершить и досрочный этот бой но он не спешит вот как мы отметили вот показывает на руку возможно сломана рука у шамиля завурова возможно поэтому и не портировал события лев дагестана вот здесь слева попадает болтанула в миддл область корпуса добивание складывается двое лутиана польхана вот показывал руку шамиль зауров но я бы вот в этом в этом моменте на месте Ашота Ашугьян в общем-то остановил бы этот поединок но Ашота Ашугьян гораздо опытнее чем я поэтому поединок не остановил Ашота Ашугьян более жесткая ситуация не остановил поединок Шамиля Завурова и Суби Энамото так что я думаю Ашота Ашугьян не из робкого десятка и его не удивишь вот такими добиваниями поэтому естественно все правильно нельзя останавливать такие бои это профессиональный спорт здесь нужно давать выживать выживать в спортивном плане выживать бойцам потому что от этого зависят их карьеры это их финансовое благополучие и так далее да конечно здоровье оно тоже важно оно наверное важнее всего но выходя на бой спортсмены понимают что определенную часть здоровья они здесь оставят да и опять же видимо чем больше получишь ударов в голове тем сильнее изменятся твои планы вот посмотрите что происходит да вот Ашота Ашугьян тоже показывают что нужна помощь Шамилю Завурову что же там или палец сломан или рука как же не кстати это все почти выигранный бой это очень не кстати для Шамиля Завурова конечно вот что еще могло вмешаться в данной ситуации да если мне это вот тебе и добивание там видимо все таки надо что-то продолжить продолжить бой Шамиль Завуров или нет ну конечно же продолжит это понятно да конечно перевязали палец продолжится в любом случае нельзя тут на кону слишком многое стоит может быть ноготь сорвал не знаю но тут можно попытаться побороться в районе ногтя ему там ну в общем дорогие друзья вы сами видите да первые два раунда Шамиль Завуров в общем взял с преимуществом все было замечательно ну и вот хорошо бы взять еще третий как говорится не особо перенапрягается хотя судя по всему бразилец не дать Шамиль Завурову что называется застояться продолжаем мы рассказывать вам обои Шамиля Завурова ну а здесь к нам подошел Кусейн Халиев его тоже поздравили с победой Кусейн с победой немножко и отвлекся от выполнения своих обязанностей ну надо было Кусейн Халиева поздравить с победой я в общем то и поздравил давно мы с ним знакомы поэтому не мог не поздравить ну а Шамиль Завуров ну вот вот он пожалуйста Кусейн Халиев продолжается бой действительно не стал форсировать Шамиль Завуров события не стремится добить своего соперника а тот видимо увидел как Шамилю Завурову палец перевязали немножко активизировался нанес несколько ударов ногами вот пошли лоу-кики и внутренний и внешний ну Шамиль в общем то это пока где-то 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 в районе ногтя там перевязали вот удар ниже пояса ну что ну что вот третий уже удар ниже пояса со стороны бразильцев в общем то нельзя предположить какой-то злой умысел да но тем не менее статистика есть статистика да в любом случае да полу борьбы полу страсть желания да в данном случае хорошо джебом попадает Шамиль Завуров лоу-кик от Лусяна Тальхана двойка от Шамиля Завурова точнее конечно Лев Дагестан в своих атаках вот нужна или эффектная точка или просто завершение этого поединка я так думаю все-таки я бы выбрал второе потому что эффектная точка все-таки с перевязанным пальцем я бы все-таки вот спокойненько довел бой до победы на месте Шамиля Завурова и оуу посмотрите да какой хайкик лоу пропускает оу еще один туда но с другой стороны ведь бразильец не дает успокоиться Завурову потому что он все-таки атакует достаточно ну не сказать опасно но во всяком случае в атаку бросается бразильец да Завуров бережет свою правую руку но при этом включает ноги посмотрите какие мощные ноги у Шамиля Завурова почему бы ему чаще не использовать этот элемент да своей атаки ну может быть это и есть какой-нибудь со стороны Шамиля Завурова план б или план с ну вот рука немножко вышла из строя вот он применяет план б очень мощные конечно ноги у Шамиля Завурова контролирует здесь дистанцию вот единственно да вот этот палец вот эта опухшая рука мы видим отчетливо что не может бить и вот сейчас ударил где-то но не вкладывается Шамиль Завуров прямо вот чувствую его боль вот сейчас находясь здесь и просто вот понимаешь вот эту двоечку то он пробил инстинктивно практически даже забыв что да 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 где-то он уже обостряет обостряет свою травму где-то обостряет но вообще не бить конечно не может он этой рукой ну вот уже начинает уставать бразилец вроде бы проводил лоу-кик но такой мах ногой у него скорее получился нежели удар да нужно отметить что очень стойким оказался бразилец при всем при том при всем при том что где-то что-то не получилось но очень стойким он оказался вот так концовочку проводит Шамиль Завуров даже забыл о том что палец у него перевязан не этим ли пальцем он попал в глаз сопернику ну хотя бы так сказать перевязан чистым бинтом все нормально все стерильно да хороший джеб от Шамиля посмотрите насколько разбито лицо да у Лусяна Фальхана да конечно очень сильно избит бразильский боец сегодня Шамиль Завуров устроил ему показательную показательное избиение ты знаешь в жестком варианте можно было сказать кровавую баню это в общем то похоже посмотрите вот на белые шорты по экрану посмотрите что делает Лусяна Фальхана на последних секундах ну да хороша ложка к обеду как говорится тут тогда он уже ничего не решал наверное да ну что поднял своего соперника на плечо Шамиль Завуров отдавая тем самым ему должное благодаря его за вот этот бой действительно в общем то в третьем раунде несмотря на то что вратец проигрывал он не дал застояться Шамилю Завурову ну вот вот Хабиб Нурмагомедов поздравил Шамиля Завурова я думаю мало кто сомневается сомневается в решении арбитров обильно там смочили водой вот этого парня из Бразилии Лучану Пальхану напомню его зовут до поездки в Грозный у него было всего на всего одно поражение теперь станет два итак дамы и господа по завершении боя единогласным решением судей одержал победу и вышел в финал гран-при охват в лёгком кейси ladies and gentlemen your winner by unanimous decision and goes to final Шари Ревтодистана ул.